Ну, я могу сказать, что то, что я увидел последние дни, с момента приезда трёх больших людей, для меня вот оставляет впечатление какой-то очень хитрой многоходовочки, какой-то блестяще разыгранной шахматной партии, настолько запутанной, что я до последнего, вот, летя из Питера в субботу, да, боже, это всего лишь было вчера, только ощущение, что прошла неделя. То есть вчера, возвращаясь из Питера, я ещё до конца не верил в то, что мы действительно получили шанс на возрождение страны. Настолько всё было разыграно тонко, и вот мы получили, слава богу, и легитимный парламент, и легитимное правительство. Временные трудности, я надеюсь, в ближайшие дни будут устранены. Вот, ну, надо сказать, что президент в этой ситуации сыграл одновременно и как игрок, да, в процессе, и как арбитр. То есть по необходимости он был арбитром, когда давал площадку двум силам парламентским, им нормально договориться, и как сам игрок, когда непосредственно вёл какие-то неформальные консультации, в конце концов, он был мнением, это не запрещено, президенту обмениваться мнениями с представителями партии. То есть всё получилось красиво, ну, дай бог, мы в ближайшие дни увидим финальную точку в этой истории, которая положит конец, по самым скромным подсчётам, шестилетнему диктату Плохотнюка Ящина. Вот мы с коллегами спорили, кто-то говорит, что с 2014 года, когда Демпартия фактически получила контроль над страной, я считаю, нет, с 2013 года, после отставки правительства Филата и после прихода правительства Лянка, всё и началось. Сначала концессия аэропорта сомнительная, потом сомнительная банка геокономии, потом кражи миллиарда. Я введу за точку отчёта про появление правительства Лянка весной 2013 года. Шесть лет, извините меня, Молдову имели. Надеюсь, это время закончилось, и мы возродим, вернёмся к нормальному существованию, функционированию институтов и так далее.